Всем привет, ребята! Сегодня влог начинается поздно, потому что первую половину дня, пока я там делала запеканку, пыталась, по крайней мере, её сделать с ворогом, с манкой, с бананом. Получилось вкусно, но, как я и ожидала, не очень красиво. Поэтому я решила выбросить саму эту форму, которую я покупала ещё в фикс-прайсе. Кто-то умудряется там нормальные делать десерты, выпечку. У меня не получилось, потому что форма какая-то несуразная, в форме кекса. Поэтому я решила её выбросить, потом немножко там прибиралась, ну, вещи по местам расставляла. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы приехали Антон с мамой, и нужно будет подготовить Антону комнату, потому что я из неё сделала просто склад посылок, я оттуда все свои посылки выгрыбла, и их теперь нужно будет раскидать по нужным местам. И мамину комнату нужно будет подготовить, ремонт мы там будем делать чуть-чуть попозже, но нужно будет каролинные игрушки сложить, мы оттуда выедем, получается, переедем снова к себе сюда в спальню, как я вам до этого говорила. И вот к этому всему я готовилась. Знаете, очень быстро люди обрастают барахлом, особенно такие, как я. И я читала по поводу минимализма, сейчас это очень модно. Думаю, к этому прийти, но сразу, конечно же, не получится. На основном канале у меня вышло там видео про тренды весны, которые я буду носить, ну, точнее, те вещи, которые я буду носить весной. И там я говорила про вот этот бомпер с вышивкой. Не знаю, почему-то на тот момент, когда я заказывала и снимала это видео, мне казалось, что он ещё будет актуален, а сейчас я на него смотрю, и как бы он мне не очень нравится. Близко всего, ещё в комментариях мне тоже написали о том, что бомперы, оказывается, уже сейчас не будут в тренде. Вот теперь думаю насчёт этого бомбера. Может быть, в конкурсе разыграть кому-то, может быть, нравится. Я, например, о трендах в ней очень заморачиваюсь, но, тем не менее, всё равно приелся вот этот цвет, честно говоря, мне. Представляете, мне до сих пор не вернули деньги со старого садика Каролининого. То есть, я сразу заплатила в январе. Мы ещё не знали тогда, что переводимся. Обычно я сразу плачу в тот же день, когда нам приносят эту квитанцию. И я заплатила, и где-то, наверное, через 2-3 нам сказали, что мы переводимся. А я заплатила у нас там предоплата за месяц вперёд. Соответственно, у нас осталась ещё переплата с декабря месяца, и всё вместе где-то там 1815. Вот я созвонила к бухгалтерам где-то вот в середине января, получается. Она мне обещала, что в конце января переведёт деньги. Так и не перевела. Я ей позвонила, она мне говорит, ой, вы знаете, мне не до вас было, у меня там годовой отчёт и тому подобное. Я думаю, ну ладно, там бывает, что у бухгалтеров в конце года, в начале года очень много работы. Говорю, когда будут деньги? Она говорит, ну вот, 2-го где-то февраля уже точно у вас должны быть. Денег нет. Я ей звоню где-то 8-го февраля, это был, по-моему, четверг. И она мне говорит, алло, а вы кто вообще? Ну, я ей объяснила, всё заново ей пришлось напоминать. Она говорит, да, по-моему, у меня вообще, говорит, не было переводников. Говорит, не знаю, говорит, сейчас посмотрю. Короче говоря, она потом вспомнила и говорит, а я знаю, говорит, почему я вам не перевела. Я говорю, почему же? А потому что, говорит, вы в заявлении указали сумму. Я говорю, так вы же мне сказали, говорю, не указывать сумму, а указать просто реквизиты и причину, почему нужно вернуть средству. Да, ну ладно, говорит, ну давайте, говорит, я сегодня, говорит, на перевод поставлю, вот завтра пятница, говорит, завтра они должны прийти. Я говорю, ну хорошо, ладно-то. Не приходят, дальше уже суббота, воскресенье, в понедельник, значит, я ей звоню и говорю, ну что там, говорю, деньги будут-то, нет. Причем, что позвонила, просто сказала, что денег так и не поступило. Она мне говорит, ой, как это не поступило? А сейчас я посмотрю, я вам перезвоню. Не перезванивает, естественно, мне, я и сама перезваниваю уже к концу рабочего дня. Я говорю, ну что там, она мне говорит. Знаете, говорит, у вас переплата 660 рублей всего лишь. Я говорю, в смысле, говорю, всего лишь. Мы с вами считали, говорю, было 1815. Откуда, говорит, вы такие цифры берете, говорит. Вообще, говорит, 660, вот вам перевод сделаю и все. Я говорю, как это и все, говорю, вы такая интересная, говорю, то есть за декабрь, то, что переплату вы мне вернете, а за январь нет? А вы что, в январе вообще платили, что ли, говорит, я чуть не вижу, говорит, ваших платежек. Я говорю, ну посмотрите, говорю, значит, внимательнее, говорю, был платеж. Раз такая смотрит и говорит, ой, ну да, вообще-то, говорит, было там, а сколько мы с вами считали? Я говорю, 1815. Пересчитывайте и деньги переводите. Она говорит, я сегодня, вот прямо сейчас поставлю, говорит, вот пообедаю и поставлю, говорит, на перевод, и к вам деньги поступят. Говорит, обычно там сутки Сбербанк обрабатывает, но я знаю, что сутки, то, значит, это во вторник у вас деньги будут, ну, максимум среда, то есть среда, это уже был крайний срок, вчера. Я говорю, ну, хорошо, ладно, среда, вчера, значит, наступает день Валентина, я как бы не стала ни себе на себя не портить никому, денег нет. Сейчас уже 4 часа дня, она так и не собиралась мне, видимо, звонить, ничего, я ей звоню и говорю, деньги так и не поступит. Вы знаете, говорит, я не знаю, говорит, у меня программа зависла, что-то, что-то, такое ощущение, как будто она просто хочет меня отшить. Сказала, что сейчас перезвонит, узнает, что там с деньгами, не знаю, посмотрим. Ходить-то уже к ней туда бесполезно, потому что она сидит, не сидит на рабочем месте, а постоянно куда-то ходит. Так что только на телефоне, ну, посмотрим, когда она вернет эти деньги. Я сегодня на ужин решила сделать свиные ребрышки и внизу у меня лук, далее ребра и поперчила все, приправила укропом, черным перцем и чесноком. Немножко, буквально там пару ложечек оливкового масла, теперь все это фольгой заворачиваю и отправляю в духовку. Очень вкусно и быстро получается. И еще мне нужно будет делать салатик и гречку, скорее всего, потому что рис уже надоел. Мы решили с Каролиной снова поесть фруктиков. Очень вкусно, киви с бананом на последнее время нравится, ну, в таком сочетании. Спасибо. Пока у меня там все готовится и я пока не приступила делать салат, хотела вам сказать, что я позвонила потом в итоге бухгалтеру, потому что время уже близилось к 6, это конец рабочего дня. И не хотелось бы мне звонить после уже, потому что людей лишний раз раздражать. Я позвонила бухгалтеру, потому что она мне обещала перезвонить, но не перезвонила. Я перезвоню, я ей говорю, уж как бы конец рабочего дня, поэтому решил позвонить вам. Она говорит, ой, вы знаете, я вас даже не смотрела. Говорит, забыла вообще про вас. То есть опять та же шарманка, опять она забыла. Потом я ей говорю, наверное, я вас больше отвлекать не буду, говорю, у вас какие-то там важные дела. Лучше я, говорю, схожу к заведующей и вместе с ней, говорю, решу вопрос о возврате денежных средств. Она такая мне говорит, вы знаете, мне вот вчера, говорит, нужно было в налоговую там еще куда-то. Начала мне о своих проблемах ведать. Я говорю, я вас прекрасно понимаю, говорю, и шла к вам на уступки, на встречу, поэтому вам не названивала, ничего не говорила. Говорю, просто ждала. Я говорю, я вот уже месяц, как мы ушли, говорю, из садика, я вот до сих пор жду, я вам ничего, говорю, ни слова не скажу. Вы сказали ждать до такого-то числа, я жду. Еще ждать, еще жду. И она такая мне говорит, вы знаете, кто, говорит, за два дня может перевезти деньги? Вот вы сами подумайте, говорит. Я говорю, в смысле, какие два дня? Вы обещали, говорю, перевезти уже когда? До сих пор еще не перевели, здесь уже дело не вдохнет. Ну, знаете, говорит, я не знаю, говорит, когда там перевезли... Ау, Каролина там меня звала. И она говорит, я не знаю, когда сделают перевод. Говорит, может, сегодня, может, завтра, говорит. И у меня такое ощущение сложилось, как будто она в понедельник на перевод вообще не ставила нас. Ну, то есть перевод денег, я имею в виду. Потому что с каждой секундой в разговоре она что-то новое придумывает. Ну, и я ей сказала, короче говоря, если до понедельника не придут деньги, в понедельник я иду к заведующей. Она сказала, давайте, говорит, мне завтра крайний срок, я обязательно вам переведу. Ну, не знаю, посмотрим, уже целый месяц она мусолит, мусолит. Мне кажется, что она просто, может быть, потратила наши деньги и со своего кармана, может, ждет какого-то там, не знаю, промежутка времени, когда ей, например, зарплату придет и она вернет. Ну, у меня уже разные варианты появились, потому что это подозрительно. Причем так глупо, постоянно врет. Я, кстати, вам хотела показать еще свой палец. То есть, видите, он нормально выглядит. В принципе, у меня зажила уже, ну, вот эта ранка от ожога, которая осталась. Единственное, какое-то пятнышко, но оно, я думаю, тоже скоро уйдет. Собственно, вот эти ребрышки. Я отварила себе гречку. Вместе с Каролиной поедим. Честно говоря, поели фруктов и есть не хочется. Сделала салатик. И поужинаем уже практически 8 часов. Без 15.08 сейчас. И все, Серж потом отдельно будет ужинать. Серж сегодня задерживается, поэтому Каролину купала сегодня я. Да, и мы ей каждый день голову не моем, потому что волосы детские. Нужно, ну, опасно точнее, мыть каждый день, чтобы не пересушить. И вообще, я не приверженец того, чтобы каждый день мыть волосы. Я ее искупала, и у нее вот здесь на щечках появились шелушинки. И хочу ей намазать кремчик. И также на руках. Это совершенно новая Эльза. Эльза, ну-ка покажи. Какой тебе? Это крем для руку Каролины есть? Да. Эльза. Да, а это какая-то принцесса. У нее просто детский крем. Его мы будем на лицо. А вот это на ручки будем мазать. Да? Да. Давай. Ребята, вот я такой. Мама, мне намазать крем. Сейчас я буду это размазать. Мама! Ты сама что ли будешь? Да. Я думала, я тебе буду. Да, лучше я тебе сделаю. Мама. Одну щечку ты, другую я. Я носик. Носик? Она у нас самостоятельная. Все хочет делать сама, 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 сама. Да? Угу. Слушай, нормальный крем хорошо впитывается, в принципе. Мама, я смогу себе руки. Ну зачем? На руки у нас другие средства. Это помоем. Хорошо. Я пусть сейчас много крема намазала. На полу я испачкала. А сейчас поменьше. Да, мама мне. Дала. Слушайте, я не показывала никогда, как нужно крем на руки мазать. Видимо, ты сама, да, знаешь? В принципе, ничего сложного нет. Да, нет. Такие у нас вечерние процедуры, да, с тобой? Нам уже нужно будет на выходных маникюрчик сделать. Ну что, впиталось? Ну-ка, дай посмотрю. Ну да, ручки мягкие, хорошенькие. Ребята, этот крем очень полезный. И стоит вам покупать. На поле еще был санпун и клей-то волос. Не клей для волос, а спрей для волос. Спрей. Всегда это покупать, потому что это очень полезная вещь. Особенно это. Она... Она-то лице. Это все. Это все тело. Для всего тела, да. Да. Ребята, спасибо вам за вопросов так много. Я на выходных отвечу все вопросы, которые вы мне дадили. Не дадили, а задавали. Да. Каролина сама решила это вам сказать, поблагодарить за все вопросы. Которые вы ей задавали. Смейте на кнопочки, потому что кнопочки будут в подписании на колокольчик. И все, пока-пока. Спать будешь? Отечку. Спать будешь? Ну, нет. Играть? Лежать? Давай, отдыхай. Угадайте. Я сейчас решила ответить на один ваш вопрос. В общем, в этом влоге у нас получается мало событий. Потому что день получился, ну, таким сумбурным. Завтра мне еще к врачу нужно идти с утра. В общем, хотела ответить на вопрос, который поступил ко мне под видео. Вопрос-ответ. Сколько тратишь в месяц на косметику, одежду для себя? И как ты экономишь, чтобы не потратить больше нужного семейного бюджета? Как я экономлю на себе? Раньше я очень жестко на себе экономила. То есть, я чувствовала всегда, что мне хочется, допустим, иметь несколько видов обуви. Да, там не только одни туфли одного цвета. Хочу там иметь несколько пар, да. Ну, при этом сейчас я туфли, кстати говоря, очень редко ношу. Сейчас у меня больше преобладает такая более удобная обувь. Ну, не суть. И я все в себе сдерживала все желания. Это если мы говорим конкретно про семейную жизнь, когда я уже вышла замуж за Сержа, и у нас стал общий семейный бюджет. Я вообще себе ничего не покупала. Ну, только самое-самое необходимое. И, знаете, покупала все самое дешевое. Вот такой вот у меня был синдром. Притом, ухвачу что-нибудь там по акции, прихожу такая довольная, и Сержу об этом рассказываю. Говорю, смотри, какой там я купила клач, говорю, всего лишь 300 рублей. Я его давно хотела, ты представляешь, там. И смотрю на его реакцию, а ему вообще все равно. А сейчас такой человек, он покупал всегда хорошую и дорогую одежду. Я говорю, а что ты, блин, не радуешься за меня? Ну, и мне смешно было, да, от этого. Или там куплю какую-нибудь вещь тоже по дешевке все. И думаю, почему ему не так радостно, как мне радостно, да, допустим. Потом поняла, что, оказывается, так делать неправильно. Есть, я для себя просто определила, как я буду экономить на одежде. Это, получается, сумки, хотя бы одна. Сумка должна быть хорошая. Обувь, она должна быть практически, ну, вся хорошая. Если, например, 20 пар обуви, то из них 15 пар должны быть дорогие и качественные. А 5 пар, ну, так, для разнообразия можно. Вот это те вещи, которые должны быть, по моему мнению, вот просто высшего качества. Что касается, ну, и плюс еще верхняя одежда. Это куртка, пальто. Серж, пришел. Ты пришел, что ли? Привет. Привет. Как ты меня садил? Ладно, сейчас я Сержу встречу, а потом продолжим. Ну, как дела у тебя? Отлично. Ну, и как доехал-то? Нормально. Какая погода на улице? Холодная. Холодно? Сегодня начало все таять, начали чистить даже от вот дороги вот прям до асфальта. Ну, таять точно ничего не нашла, а вот то, что чистить... Начало таять. Я когда ходила за Каролиной, увидела это. А я не видел этого. Че интересно? Да, че, че. Когда зима быстро наступает. Че интересно? Ну, что касаемо рабочего. А лично меня? Ну, да. Что? Я Сержу всегда говорю, ты хитрый. Мои первые впечатления о нем, когда я его увидела первый раз, когда мы шли с Викой на собеседование к нему, я подумала, фу, че за такой самодовольный, хитрый менеджер. Это даже я когда не успел даже открыть рот. Так ты не открывал? Нет. Ты знаешь, ты такой пришел весь из себя, такой раз прикатил. Я был в шортах. Да, и причем, представляете, это было лето, Серж был в шортах, в футболке, где мыс у него был вырез. А мы где встретились? И в тапочках. Где? Где мы встретились? Самая простая бананка. Да. Мы в торговом центре с ним встретились. И в футболках каких-либо. Девушка встретились и полюбились. Полюбились. На работе. Иди ко мне, зайка. Иди к папе, папа тебя хочет обнять. Серж, подожди-ка, приведись на спину. Ну ты меня так будешь обнимать, а я как тебя буду? Она хочет залезть. Сядь, сядь. Ну давай. Серж, Серж. Ну я, у тебя какое было впечатление обо мне? Я постоянно у него спрашивала, и постоянно у него разные версии. Вот ответ на твой вопрос. У меня разные впечатления. Он был в тапочках? При том, что он вообще так не одевался. Ну или одевался, я не знаю. Как он меня встретил, все, у него вот этот вот гопник стайл сразу отпал. Начал нормально и одеваться, и питаться. Да? Да. Ну это папа влюбился в меня, а я потом оценила все его положительные качества и достоинства, сделала такой холодный расчет, и уже после этого мы поженились. Потому что я кремом поняла. Вот так вот все бывает, оказывается. А ты думал, что это любовь, да? Папа! Ну все! Папа! Я ее уже вообще-то ко сну приготовила. Да. Поэтому она вкусно пахнет. Крем намазали. Не ко сну! Ну да, папа так не умеет. Не ко сну. Такое у меня было впечатление о нем. Я сначала подумала, что ты такой хипрец. Я еще Бики сказала. Такие глаза у него. Ты сейчас делаешь добрые глаза, у тебя тогда не такие были. Ладно, пойдем. Иди давай. Все, пока-пока! Пока. Так вот, пока Серж пошел там купаться, руки мыть, я ему сейчас ужин сделаю. Он пойдет поужинать. Хотела вам сказать, что по поводу верхней одежды точно так же несколько там хороших вещей. Остальное можно недорогое. То, что можно разбавлять как бы. Что касается кофточек, потом джинсов. Ну джинсы я покупаю только в H&M и в Zara. Потому что только там мне подходят. Не знаю, почему. В других магазинах я не находила себе джинсы, которые именно красиво сидели бы по фигуре. Что касается просто какой-то одежды, я вообще не смотрю бренды, не бренды. Ну то есть, если будет хороший бренд, то я возьму там. Я не против. А так у меня нет такого, чтобы гоняться только за брендами. Так, собственно, я и экономлю. То есть, не то, что даже экономлю, а просто распределяю свои деньги. И что касается косметики, то так как я блогер, мне присылают очень много достаточно косметики. И как вы можете видеть, у меня косметический стол полностью, весь забит косметикой. Я раньше была больная на косметику. Пока мне не присылали на отзор косметику, я покупала сама. Ну, в месяц где-то там 2000, 3000, 4000. Ну, где-то вот так вот могла потратить. Это при том, что я там, допустим, одну или две вещи покупала. Ну, там, допустим, тушь, помаду там и тени, да, взяла. И по поводу уходовой косметики. Уходовую косметику я покупаю себе сама. Ну, на нее тоже там много я не трачусь, как правило, потому что ее покупаю редко. Там раз в три месяца, наверное, уход возьму. И все. Вот, собственно, так у нас и происходит. По поводу, что не могу остановиться при покупке, что я делаю? Я обычно всегда очень сильно все взвешиваю, прежде чем что-то купить. Не знаю, может быть, это черта моего характера. Может быть, потому что я весы, я такая. Но я в такие магазины обычные уже не захожу. Если что-то мне нужно, я сижу, заказываю в интернет-магазинах и закидываю в корзину. Потом спустя день, после того, как я все закинула в корзину, я снова захожу, проверяю. И уже с остывшим, скажем так, разумом думаю, нужен мне этот продукт или же не нужен. Это такой лайфхак. То есть не сразу, когда вы все понабрали, понакидали и заказали. А сначала создаете корзину, потом с этой мыслью выходите где-то день-два и потом уже делаете окончательный заказ. Каролина решила починить свою игрушку, у которой сломалась лапка. Она почему-то не бегает. Это собачка теперь взяла отвертку и сама что-то там вертит. У нее волосы так отрасли сильно. Я думаю, она же будет подстричь. Сейчас мы посидим немножко с Сержем, а потом уже пойдем отдыхать, потому что завтра мне нужно будет с утра рано вставать. Сержа тоже. Ну и всем нам, короче говоря, уже готовиться нужно будет. Вот, я надеюсь, вам понравился этот лог, и вы поставили пальчик вверх. Обязательно смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. И, да, увидимся с вами завтра. Всем пока!